На неделю моды в Милан отбираются самые востребованные и красивые модели. Поехать в Италию выпала честь шести рязанским девушкам. В их числе была и руководитель местного модельного агентства Александра Смоликова. Всего из России на миланский подиум вышли 11 девушек. Возраст россиянок от 18 и до 24 лет. Наши девушки дефилировали на неделе моды 20 февраля. У нас было 7 дизайнеров. Один представлял детей, один купальники. И остальные 5 – это кежевая вечерка. Наши девушки прошлись практически во всех выходах. Жалко, в детские нас не пускают уже. Так что у каждой девушки было 5-6 выходов. Перед выходами у девушек была большая подготовка, репетиции. Однако за неделю рязанки нашли время посмотреть и достопримечательности города высокой моды. Несмотря на то, что в то время уже стало известно о появлении коронавируса в Италии, в самом Милане, по словам моделей, было спокойно. Паника российских СМИ преувеличена. По прилету в Милан врачи действительно осматривают людей. Но в городе все продолжают гулять по улицам и собираться на центральных площадях. Я не видела такой обстановки пугающей, чтобы люди что-то боялись. Даже в масках я видела одного из... В метро все так же ходили. А в самолете одну женщину я увидела в маске. И то, когда уже летела обратно. 22 числа все было тихо, спокойно. На вылете из города нас просто спросили, как вы себя чувствуете. У нас была пересадка одна в Кишиневе. Там также нас спросили, даже не меряя температуру, просто, ну, как вы себя чувствуете. По нам, в принципе, было видно, что все хорошо, просто устали. Также в Россию мы прилетели, все прошли. Как рассказала Александра, в Москве девушек медики уже не осматривали. Однако ситуация с коронавирусом отошла на задний план, так как мысли у моделей были заняты более важными делами. Миланская неделя моды прибавила им популярности. Сейчас вдохновленные девушки продолжают покорять европейские подиумы. Кроме того, модели теперь хотят создать в Рязани что-то похожее на неделю моды в Милане. Пока они рассматривают варианты помещения и возможных дизайнеров. Ну, пока мы не представляем возможности помещения и сотрудничества с дизайнерами. У нас же проходят оксские сезоны, у нас проходит русский силуэт. Дизайнеров у нас в Рязани достаточное количество, чтобы воплотить такую идею в жизнь. Думаю, попробуем, может быть, получится. Сама неделя моды проходила, как рассказывают девушки, в помещении с виду напоминающим обычный белый ангар. Внутри было все продумано до мелочей, для того, чтобы показы проходили вовремя и со вкусом. Перед помещением для зрителей располагалась зона подготовки перед выходом. Студии для стилистов, дизайнеров и моделей. Зоны для примерки и фотосессии. Если в Рязани девушкам удастся создать нечто подобное, наш город станет еще увлекательнее для самих рязанцев и для его гостей. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».